Третья и последняя на сегодня часть посвящена доказательствам программ и теорем. Как это все с вычислительными машинами связано и какие философские проблемы здесь возникают. Что интересного нам дает унивалентный подход к основанию математики. Надо будет обязательно поговорить и о доказательстве программ и о доказательстве теорем. Доказательство программ имеется в виду доказательство того, что программа корректно работает, так как программист и пользователь ожидают. И самое важное здесь это доказательство теоремы, как некоторая программа. Вот о чем, собственно, пойдет речь. Мотивация для доказательства программ следующая. В США разработали вот эту систему раннего обнаружения запуска баллистических ракет, ввели ее в строй, они долго ее тестировали, потом ввели в строй, она проработала 4 дня, и она сообщила о том, что с вероятностью 99,9% с территории СССР по территории США произведен массовый запуск межконтинентальных баллистических ракет. Естественно, они должны на себе нести ядерные боеголовки. Время подлета примерно 20 минут для ракеты. То есть у людей, которые в тот момент дежурили, нужно было 20 минут для того, чтобы решить, что же делать дальше. По протоколу они должны были нанести удар возмездия. То есть они должны были отправить свои ракеты по территории Советского Союза и отправить бомбардировщики с атомными бомбами для того, чтобы бомбить, соответственно, объекты на территории СССР. Дежурным там одним из был Ройс Лемон, он был ответственным за принятие решений, и он обратился к службе разведки НОРАП. Это разведка авиационная, если я правильно помню, что это такое, авиационно-космическая разведка. В общем, разведка ему сообщила, что Никита Хрущев в данный момент, когда вот они разговаривали, находится в Нью-Йорке, находится в Нью-Йорке на одном из заседаний ООН. В тот момент, по-моему, румынский вопрос обсуждался в ООН. Ну и, соответственно, Ройс Леван сделал очень человеческий вывод. Он, этот вывод, это рассуждение могло быть ошибочное, да, оно было человеческим. Он сделал вывод, что СССР не нанес никакого удара по территории США. И поэтому никакого удара возмездия, соответственно, наносить тоже не требуется. Вот, ну, я не знаю, как, конечно, 20 минут эти надо было людям, которые дежурили, переживать, да. Но ситуация очень опасная, критическая, и тут на кону просто, ну, не просто десятки, а, наверное, даже сотни миллионов жизней стояли. Вот, ну и аналогичная история известна и про СССР, когда тоже системы срабатывали, да, и люди должны были по протоколу нанести удар возмездия, но по каким-то причинам, значит, это не происходило, и обнаруживалось, что это просто ошибка автоматики какая-то. Да, вот здесь вот автоматика так сработала, компьютеры как-то так сработали, вычислительные машины так сработали неправильно, и это чуть ли не привело к гибели, там, ну, большей части человечества, по крайней мере. Вот, компьютеры окружают нас везде. В современном мире они везде находятся, да, и от них очень часто зависят человеческие жизни. Самолеты управляются с помощью вычислительных машин. Мы хотим, чтобы самолеты летали и не падали из-за ошибок в программах, да, в работе этих вычислительных машин. Вычислительные машины управляют сердечными ритмами людей, которые там на аппаратах лежат, в больницах. Мы хотим, чтобы они работали надежно. Кардиостимуляторы, которые ставят людям, это тоже маленькие компьютеры, и мы хотим, чтобы они работали надежно, чтобы они не перестали правильно работать из-за какой-то маленькой ошибки. То есть нам требуется, чтобы программы работали правильно, чтобы вычислительные машины не висли, чтобы никаких ошибок не происходило. Для нас это очень важно. Как мы можем этого добиться? Ну, можно это добиваться тестированием, но это ближе к естественным наукам, когда мы ставим какие-то эксперименты. Да, естественно, мы не можем все эксперименты поставить в нашей лаборатории. То есть мы не можем все возможные тесты запустить. Обычно запускают какие-то предельные, там, самое маленькое значение, самое большое значение, и середины что-нибудь. Вот, но все возможные варианты протестировать мы не можем. Это не гарантирует нам, что программа действительно работает. Либо можем попытаться построить доказательства, что будет ближе к математике. Но в связи с тем, что вычислительные машины являются многоуровневыми, они сложные, они в себе комбинируют не только программы, но и какое-то аппаратное обеспечение. Да, ни тот, ни другой метод не дает абсолютных гарантий. Нам нужно как-то доверять машине, но мы можем, тем не менее, это доверие чем-то подкрепить. И чем больше у нас подкреплений, тем лучше. То есть тестирование, как я сказал, предполагает, что мы перебираем некоторые случаи, зачастую это крайние случаи, и с помощью тестирования мы не покрываем возможные варианты развития событий. Формальное доказательство уже похоже на доказательства в математике, то есть оно дает некоторое аподектическое, абсолютное знание, но при этом доказательства о физическом поведении вычислительной машины, конечно, быть не может. Да, то есть, поскольку компьютер — это физическое устройство, на него может повлиять радиация, температура, влажность, еще что-нибудь, и это изменит его физическое состояние, соответственно, программа перестанет корректно работать из-за этого. Когда в компьютерных науках говорят о доказательстве программ, то обязательно вспоминают конференцию 1968 года, это конференция в Гармише, когда как раз-таки был провозглашен так называемый кризис программного обеспечения. То есть до этого момента компьютеры были большие, дорогие, программы для них было писать легко, ну, по сравнению, намного дешевле по сравнению с созданием самого компьютера, вот, но постепенно компьютеры стали более дешевыми, их стало большое количество, они стали работать по-разному, разная архитектура, и вот возник рейс программного обеспечения. Программ стало очень много, от них стало очень много зависеть, и теперь, значит, исследователи предложили создать специальную область науки, инженерии, разработки программного обеспечения, которая бы в практическом смысле была очень похожа на обычные инженерные науки, а теорию брала из математики и логики. И вот один из участников этой конференции в Гармише, Эдскер Дикстра, как метафорически говоря, выразился, что конференция, эта конференция положила конец темному средневековью в области компьютерных наук и открыла путь просвещению. Дикстра надеялся, что вот сейчас математические методы придут в компьютерные науки, и мы быстро решим все проблемы. Ну, в общем, не так-то было, конечно же, не все так быстро и просто оказалось, но тем не менее прогресс был достигнут очень хороший. Значит, идеал состоит в том, чтобы получить математизированные доказательства того, что программа соответствует своей спецификации, то есть описанию того, как она должна работать. Ну, и вот это вот все стимулировало развитие семантики языков программирования, начиная с 60-х годов и появление некоторых языков программирования, в частности, вот Маккарти, который здесь упомянут, он создатель языка программирования Лисп. Вот он пытался заложить вот эти вот принципы в сами принципы создания этого языка программирования, то есть использование некоторых математических методов, которые бы позволило избавиться от процесса отладки, тестирования и заставить машину саму проверять корректность программы. Значит, какие результаты в этой исследовательской деятельности были получены? Ну, во-первых, построены семантики для языков программирования, операционная семантика, когда мы предполагаем, что есть некоторый идеальный вычислитель, есть правила, которым он следует, и вот, значит, мы смотрим, как этот идеальный вычислитель будет себя вести. И денотационные семантики, когда мы некоторым конструктам языка программирования приписываем те или иные математические сущности и смотрим, какие отношения между этими сущностями и какие отношения между этими языковыми сущностями имеют место. Соответственно, мы можем доказывать что-то относительно того, как язык программирования и программы, написанные на нем, будут работать. Также есть так называемая логика Хоара, она больше похожа на обычный логический подход. И, естественно, типизированные лямблоисчисления. Вот, собственно, они нас и будут в первую очередь интересовать. Они существуют как в теоретическом плане, так и в виде конкретно реализованных языков программирования и средств для доказательства теорем, таких как Кок, Акта, Изабель, Мизар и другие. Ну, вот Мизар, правда, не на типизированном лямбдоисчислении строится, а на теории множеств. Это такое очень уникальное исключение из вот этого ряда. Значит, в чем есть проблема вот этого понятия доказательства программ? Проблема одна состоит в том, что вообще математические результаты – это не просто теорема, которую взяли и доказали. Очень важную роль играют социальные процессы, социальные процессы легитимации математических результатов. В чем состоит, собственно, цель доказательства? Цель состоит в том, чтобы увеличить степень уверенности, убежденности в том или ином положении. Мы не знаем, например, 2 плюс 2 равно 4 или нет. Строим доказательства и теперь верим, что да, действительно 2 плюс 2 равно 4. Доказательства создают у нас какую-то уверенность, убежденность. Доказательства – это некоторая цепочка элементарных шагов, каждая из которых является либо аксиомой, либо полученной из предыдущих с помощью правилового. Это обычное определение доказательства, так как оно представляется в формализованном виде. Но помимо этой формальной части важна еще роль сообщества. Математическое доказательство – оно аподектическое, оно не является вероятностным. И оно представляет собой, с точки зрения вот этих авторов Демилла, Липтона и Перлиса, представляет собой сообщение, а не некоторый идеальный объект. И когда мы построили доказательства, его жизнь как математического результата только еще начинается. Этот результат нужно обязательно доложить на конференции, он должен обсуждаться, должен рецензироваться, должен быть опубликован, должен перефразироваться, передоказываться несколько раз, обобщиться и так далее. Он связывается с другими результатами и в конце концов находит свой путь в учебнике по математике и становится частью математического знания, признанного математического знания. Одного доказательства недостаточно. Такая обработка результата приводит к тому, что понятия, которые в нем используются, они стабилизируются, а результат становится частью математики. Постепенно убежденность в этом математическом результате растет и в какой-то момент она оказывается достаточной для того, чтобы верить, что существует формальное доказательство. То есть мы можем доказать 2 плюс 2 равно 4, но нам не требуется это уже делать. Это часть некоторого базового математического знания. Когда-то это, вероятно, было нужно. Ну, вот эта вот стабилизация ключевых понятий тоже очень важный термин. Его можно иллюстрировать на примере книжки Имри Лакатеса «Доказательства и опровержения». Эта книга построена, как вы, наверное, знаете, в виде диалога между профессором и его студентами. И вот они собираются в аудитории и пытаются доказать теорему Эйлера о соотношении вершин и граней многоугольных фигур, объемных фигур. Вот они разные способы используют. По ходу изложения история, доказательства этой теоремы рассматриваются. То есть там, как это действительно математики пытались делать. Доказывается теорема одним способом, потом доказывается другим способом. Потом, значит, они разные эвристики используют, делают разные объемные фигуры из резины, пытаются их как-то выворачивать, деформировать и смотрят, что происходит с соотношением граней и вершин. Вот. То есть в этой книге как раз-таки описан процесс получения математической теоремы первичной и потом, как эти понятия уточняются и так далее. То есть теорема Эйлера, конечно, была доказана, была доказана разными способами. И какой основной результат? Основной результат — это прояснение понятий многогранника, вершины, ребра и других. То есть вот эти понятия были прояснены, а не просто был получен какой-то новый математический результат. При этом доказательства программ не имеют такого социального измерения. Но мы можем доказать соответствие спецификации. Эта спецификация выражена формальным образом. Ну, отражает она в какой-то мере неформальные требования. Но если мы программу изменим, нам потребуется изменить и доказательства. Нам придется передоказывать. Добавляем какую-то новую функциональность для программы, нужно изменять все доказательства. Поэтому лучше всего отдать доказательства на откуда автоматической системе. Пусть компьютер сам доказывает, что программа соответствует спецификации. Мы на формальном языке спецификацию опишем, потом компьютер проверит, действительно это так или нет. Что в этом случае нам будет известно, если такое доказательство система автоматически построена? Да, в общем-то, ничего нового мы не узнаем. Компьютер пишет доказательства, проверяет его. Но ситуация здесь вовсе не лучше, чем предсказание Роману Джона или открытие марсианина Саймона. Это вот знаменитый математик Роману Джон, индийский, который переехал в начале 20 века в Великобританию. И работал под руководством профессора Харди. Его называют другом всех чисел. Он говорил, что ему одна из индийских традиционных богинь нашептывает математические результаты. То есть он как-то интуитивно мог схватывать математическую истину, но при этом он вообще не умел доказывать. Вот у него была такая проблема, что он не умел строить доказательства. Вот он просто говорил, что вот это вот верно. А потом математики доказывали и оказывалось, что действительно это верно. Ну, в большинстве случаев. Иногда он ошибался, да, тут надо признать. Вот, то есть Роману Джон, он очень своеобразный был человек. К сожалению, очень мало прожил, умер от туберкулеза легких. Вот, или марсианин Саймон, это такой известный персонаж, работа по философии математики. Что вот у марсиан есть такой вот оракул, который никогда не ошибается. И постепенно у марсиан отмирает вся академическая математика. То есть математики им не нужны. У них есть математик Саймон, который им просто вещает, как оракул, некоторые истинные теоремы. Вот, и все, что им требуется, им нужно просто следовать тому, что он говорит. Больше ничего. Вот, точно так же и относительно таких автоматических доказательств на компьютере. Мы просто следуем то, что нам компьютер говорит, и мы не знаем на самом деле, что же там происходит внутри. Нам не важно это доказательство даже. Может быть, оно очень сложное, да, и мы не хотим свое время тратить на его изучение. Или даже человеческого ума не хватит для того, чтобы его изучить, настолько оно большое. Кроме того, если посмотреть на математические доказательства, то они аподектические, они относятся к априорному знанию. Они являются абсолютно достоверными. Это полное доказательство. Но дело в том, что исполнение программы на вычислительной машине приводит к тому, что физическое состояние вычислительной машины меняется. А вот относительно физических явлений мы уже не можем иметь априорного знания. Мы не можем иметь априорное знание к каузальной сущности. Есть, например, программа, которая делает какое-то физическое действие. Она заставляет механизмы совершать определенную физическую работу. Например, это будет робот на заводе, который занимается сваркой деталей. Вот он сваривает две детали. Есть программа, которая говорит, как ему нужно действовать. То, что эта программа соответствует спецификации, мы можем доказать. Но то, что робот будет вести себя так, а не иначе, мы доказать никак не можем. Потому что на робота может повлиять огромное количество разных факторов, которые к математике никакого отношения не имеют. И здесь очень интересным оказывается понятие абстракции, которое в компьютерных науках понимается как сокрытие информации. То есть реализация скрыта, доступен только интерфейс. Вот есть некоторый объект. Мы не можем внутрь этого объекта заглянуть, но у этого объекта есть какие-то кнопочки, например. Мы на эти кнопки можем нажимать, и что-то с этим объектом происходит. Можем нажать одну кнопку, и объект выполняет одно действие. Вторую он выполняет другое действие и так далее. Но что там внутри этого объекта происходит, мы вообще не знаем. Эта информация от нас скрыта. И доказательство программы – это доказательство того, что некоторый алгоритм соответствует формально определенной спецификации. Но это не доказательство того, что физический объект ведет себя тем образом, который нам необходим. К сожалению, мы не можем здесь использовать математические методы для того, чтобы стопроцентно гарантировать, что вычлительная машина не перейдет в какое-то нежелательное для нас физическое состояние. Какие есть примеры доказательства теорем, если уже именно о теоремах говорить? То есть использование вычислительных машин для доказательства теорем. Это, например, теорема о несуществовании конечной плоскости порядка 10, которая доказана Лавом, Тилем и Свиршем с помощью вычислительной машины. Это уже упомянутая сегодня теорема Хейлса, это его доказательства о гипотезе Кеплера о плотнейшей упаковке сфер в трехмерном пространстве. Но самой знаменитой, конечно же, является теорема о четырех красках, которую, я думаю, все прекрасно знают. Доказана она была в 70-х годах Апелем и Хакеном. Что же собой это доказательство представляет? Оно получено Апелем и Хакеном при участии Коха. Кох на тот момент был каким-то стажером, по-моему, что ли, у них в исследовательской группе, и он писал некоторые части программы, которые использовали Апелем и Хакен для доказательства. Получено в 70-х годах. И в дальнейшем оно всесторонне проверялось. Олеер в 77-м дал еще одно тоже компьютерное доказательство. В 93-м году коллектив авторов тоже дал еще одно компьютерное доказательство. В 2005-м году Гонтье тоже дал компьютерное доказательство для этой теоремы. Но все эти доказательства разными способами были даны. Значит, как это доказательство выглядит? Есть некоторое понятие нормальной карты, есть процедура преобразования карты в нормальную карту, есть неизбежные наборы конфигураций и рассматривается редуцируемость различных наборов неизбежных конфигураций. По сути, доказательство осуществляется методом индукции по числу вершин карты. Вот у нас есть карта, мы можем представить себе географическую карту, если хотите, но, правда, обычная географическая карта не совсем подходит под понятие нормальной карты. Это будет политическая карта мира, допустим. Ну, так, условно говоря, если такой пример, который легко представить. В каждом государстве есть столица. Вот, поэтому мы на карте отмечаем точки, это столицы. Мы эти точки соединяем с помощью линий. И соединяем мы точки только те, которые являются столицами соседних государств. Ну, например, Россия является соседом для, не знаю, там, Белоруссии, да. Соответственно, мы Москву и Минск должны соединить прямой. Да, но Россия не является соседом, допустим, для Испании, поэтому Мадрид с Москвой мы не соединяем. Вот так вот. То есть мы строим граф, который соединяет соседние области. Затем мы выделяем неизбежный набор конфигураций, то есть, что вот обязательно будет страна, имеющая там одного соседа, или обязательно будет страна, имеющая двух соседей, обязательно будет страна, имеющая трех соседей, и так далее. Вот, и показываем, как эти наборы можно редуцировать. Вот, затем, вот как раз индуктивность, индукция применяется. Мы рассматриваем сначала тривиальный случай, потом случай с несколькими подслучаями, и потом случай, который предполагает больше тысячи подслучаев. И вот с помощью вычислительной машины были сформированы вот эти вот неизбежные наборы конфигураций, то есть методом перебора. И затем была продемонстрирована их редуцированность. Ну, редуцированность там такая, что вот если у нас есть карта, на которой страна имеет, допустим, три соседа, то мы можем как бы наложить заплатку на это место, и у нас получится так, что там вот эти вот группа стран будет закрашена вот этой вот заплаткой, да. То есть мы можем... И сама карта не изменится. Ну, теорема четырех красных говорит, что любую нормальную карту можно раскрасить с помощью четырех цветов таким образом, чтобы никакие две соседние области не были закрашены одинаковым цветом. Вот, то есть достаточно всего четырех цветов для того, чтобы раскрасить нормальную карту. Так, чтобы никакие две соседние области не были раскрашены одинаково. В этом оригинальном доказательстве теоремы о четырех красках было затрачено чуть больше 1200 часов машинного времени. На тот момент это огромное количество. Машинное время было очень дорогое в 70-х годах. В этом году был проведен анализ более 200 конфигураций и финальное доказательство рассматривает редукцию, в которой 1482 конфигурации. Какая реакция сообщества последовала? Математическое сообщество отреагировало скорее амбивалентно. Граница проходила примерно на 30-ти годах. Те, кто младше 30-ти лет, они с воодушевлением восприняли доказательство теоремы о четырех красках. Те, кто старше, отнеслись скорее скептически. Такая же история была и когда Кантер начал публиковать свои работы по теории множества. Молодые математики очень быстро восприняли теорию множества и стали ее активно использовать. Старшее поколение относилось с недовольством. Даже Кронекер говорил, что Кантер – шарлатан, и он развращает молодежь в свои теории множества. Со стороны философов математики доказательство теоремы о четырех красках получило большое внимание и оно активно обсуждалось. Вот такой крупный исследователь философии математики второй половины XX века, Тимошко или Тимочко, я честно не знаю, как правильно транслитерировать. Томас Тимочко – это американский философ, он имеет какие-то, наверное, восточно-европейские корни. В общем, с его точки зрения, доказательство теоремы о четырех красках является необозримым. И если мы это принимаем, то с его точки зрения нам нужно изменить понятие теоремы и доказательства. То есть он придерживается такой фалибилистской концепции или квазиэмпирической философии математики в духе Имри Лакатеса. Значит, доказательство традиционно понимается следующим образом. Во-первых, доказательство является средством формирования убежденности. Во-вторых, доказательство – это некоторая обозримая конструкция. И, в-третьих, это конструкция, которую можно формализовать, формализуемая конструкция. И убедительность, собственно говоря, зависит от того, понимаем мы общую структуру доказательства или нет, а также понимаем ли мы переходы от одного шага к другому. То есть некоторые переходы между элементарными шагами. Откуда все это берется? Это берется еще из философии нового времени. В частности, понятие промежуточного шага в доказательстве активно обсуждается в работах Фрэнсиса Бэкона. У Декарта в его философии очень важную роль играет понятие непрерывности мышления. В некотором смысле у Локко, вот эти вот Бэконовское понятие промежуточного шага и непрерывного мышления в духе Декарта, они синтезируются и используются в основании его теории познания. Соответственно, мы можем выделить по меньшей мере два варианта понимания обозримости для доказательств. Локальная обозримость, когда мы понимаем каждый отдельный переход от одного шага к другому в соответствии с некоторым правилом вывода. И глобальный вариант обозримости, когда мы понимаем общую идею доказательства. Доказательства теоремы о четырех красках являются глобально обозримыми. То есть мы общую идею, общую структуру этого доказательства понимаем. Мы понимаем в общем, что там происходит, но при этом это доказательство не является локально обозримым, потому что мы просто не способны проследить каждый элементарный шаг. Этих шагов слишком много, и они вычислительно, комбинаторно слишком сложны для нас. Поэтому эти шаги выполняются вычислительной машиной. Но возникает вопрос, является ли вообще обозримость доказательства неотъемлемым свойством его? Ведь не каждый математик в конце концов выполняет проверку всякой теоремы. Проверка математических результатов — это социальный процесс. Ну и в связи с этим как раз Тимошка говорит о том, что это традиционное понятие доказательства недостаточно, поскольку оно всяческие эмпирические элементы исключает из математических результатов. По его мнению, теорема о четырех красках является нормальной математической теоремой, но математика при этом понимается сродни естественным наукам. То есть мы в математике тоже ставим некоторые эксперименты, мы не можем все проверить экспериментально, мы вынуждены в некотором смысле доверять. То есть дается обоснование в духе релебизма. Мы надеемся, что те методы получения знания, которые у нас есть, они являются надежными. Ну, тогда опять же возникает вопрос, чем же это от озарений Романа Джона отличается, или от Оракула Саймона, не совсем понятно. Вот, собственно, некоторые исследователи в этом контексте вслед за Винденштейном стали говорить о том, что доказательства — это некоторые грамматические конструкции, которые позволяют схватывать правила употребления математических терминов. Если мы понимаем доказательства, то мы понимаем правила употребления математического термина. А если мы не понимаем доказательства, то, соответственно, мы употреблять правильно этот математический термин просто-напросто не можем. Если мы не обозреваем доказательства, то мы не понимаем правила. Значит, теорема о четырех красках — это не теорема в математическом смысле этого слова, если вот такой виттенштейновский подход применить. Но возникает вопрос, а какая обозримость вообще требуется для грамматических конструкций? Как нам нужно понимать грамматические конструкции для того, чтобы понимать правила их употребления? Также можно такого исследователя Теллера упомянуть. Он говорил о том, что обозримые доказательства — это некоторая человеческая математика, а не математика вообще. Другие формы жизни, говорит Теллер, могут иметь другие границы обозримости, и это не значит, что математика у них будет другой. Она, конечно, будет отличаться, как математика построена именно этой формой жизни, от математики человеческой, но это будут фрагменты какой-то одной большой математики. И обозримость, с его точки зрения, требуется людям для того, чтобы проверять доказательства. Но частью понятия доказательства на самом деле она не является. Ну и здесь ему некоторые другие исследователи вторят. Они говорят, что практически любое доказательство, если мы будем пытаться его полностью эксплицировать, оно будет настолько длинным, что вполне может превзойти вообще любые пределы обозримости. Человеческая математика — это такой архив математических результатов, в котором результаты зависят друг от друга. Теоремы стоят на плечах других теорем. Сегодня я уже упомянул изоморфизм Харри Говарда как связь между лямбдоисчислением и логикой. И этот изоморфизм, это соответствие, оно в интерактивных средах для доказательства теорем используется. В таких системах, как КОК или АГДА, например, теорема соответствует спецификации, доказательства соответствуют реализующей спецификацию программе. То есть мы можем на этом языке записать спецификацию. Эта спецификация является каким-то математическим утверждением. Мы можем затем реализовать эту спецификацию, если мы ее действительно реализуем. Эта система постоянно осуществляет проверку корректности реализации, точнее, корректности того, что спецификация правильно реализована. То это значит, что мы построили доказательства. Есть два способа построения таких доказательств. Это процедурный способ, например, в системах Halllight или в системе КОК упомянутой. Когда мы ведем с машиной диалог, мы ставим задачу и затем подсказываем, как строить доказательства. Мы говорим, что надо использовать сначала одну тактику для доказательства, а потом нужно использовать другую. А сам компьютер это применяет. Либо можно использовать декларативный способ, который в Mizar реализуется или в ZB. Пользователь там полностью записывает доказательства самостоятельно, используя специальный язык, то есть сам строит доказательства, а вычтительная машина потом просто его проверяет. Вокруг вот этих вот систем для построения доказательств формируются целые сообщества и большие библиотеки. Вот есть, например, библиотека MML, она вокруг сообщества Mizar выстраивается. И это сообщество издает научный журнал, который называется «Формализованная математика». Журнал издается с 1990 года, получается уже более 30 лет. Этот журнал публикует только формальные доказательства теорем, полученные с помощью вот этой вот системы Mizar. У сообщества вокруг системы Isabel Isat тоже есть свой журнал, он называется «Архив формальных доказательств». Он издается с 2004 года, этот журнал. Он содержит в себе только те результаты, которые доказаны с помощью системы Isabel. Ну и, соответственно, как происходит принятие публикации в эти журналы. Исследователь доказывает какую-то теорему с помощью, соответственно, системы Mizar или Isabel, в зависимости от того, куда он хочет подать свою статью. Отправляет ее редакторам, редакторы смотрят, проверяют только формулировку задачи, то есть формулировку теоремы, соответствует ли это заголовку статьи или не соответствует, и затем запускает проверку на вычислительной машине. Если вычислительная машина сказала, что все правильно, статья публикуется. Если вычислительная машина обнаружила какую-то ошибку, то статья отправляется обратно автору на доработку. Вокруг всех вот этих вот исследований возник проект, так называемый проект QED. Манифест его был анонимно опубликован в 1994 году, но считается, что там Роберт Бойль основную руку приложил. Вот этот проект говорит о том, что математика находится в кризисе, нам нужно спасать математическое знание, и для этого нужно заниматься формальной математикой. Через 13 лет вышла статья QED «13 лет спустя», где указываются проблемы, связанные с реализацией этого проекта. В частности, что пока не обнаружена какая-то единая логика, которую можно использовать, которая бы всех устроила. То есть не обнаружены основания математики, подходящие для всех. И, в общем-то, не хватает людей, которые занимаются реализацией этого проекта. Мало пока кто еще верит в формальную математику. Большинство математиков все же предпочитают заниматься неформальными исследованиями. Но я еще хотел сегодня показать такую демонстрацию, что ли, как это все в принципе выглядит, чтобы у вас было представление об этом. Сейчас я из таких систем. Можно даже прямо в браузере запустить. Вот есть система JSCOG называется. Это система COG. Ее можно установить на компьютер как отдельную систему. Можно запустить в браузере. Значит, для того, чтобы было покрупнее, сейчас увеличу шрифт. Здесь у нас три окна. Получается, вот слева окошечко. Здесь у нас две. Я сейчас печатаю. Здесь вводится, собственно, текст нашего математического результата. То есть сама теорема и ее доказательства здесь будут вводиться. Затем есть вот цели, goals, справа. Здесь нам система говорит, какую цель нам нужно доказать. И есть еще мессенджер, сообщения. Здесь какие-то сообщения от системы. Ну, давайте для начала дадим несколько определений. Мы можем определить натуральные числа. Ну, определим натуральные числа обычным образом. Это вот мы в теории типа сейчас будем работать. Мы определим числа индуктивно. Это делается так. Мы делаем идактив. Затем говорим, что у нас есть натуральное число. И это какой-то тип. И определяем мы его следующим образом. У нас будет ноль. Ноль — это натуральное число. И есть еще сак. Это функция, которая натуральная превращает в натуральное. Вот. Теперь нужно это загрузить. Вот. Мы загрузили. Теперь мы можем, например, проверить. Будет ли вот такое вот... Что это у нас за штука такая? Следующая за следующим, за следующим за нулем. Проверим. И вот в сообщениях... Можно ли тут как-то... Нет. В сообщениях нам система говорит, что следующее за следующим, за следующим за нулем — это натуральное число. Мы проверим. Теперь мы можем, например, определить операцию сложения. Это сделаем вот так. Мы назовем ее плюс. Скажем, что операция сложения принимает натуральное число. Назовем ее n. И принимает натуральное число, которое мы назовем n. И возвращает в результате натуральное число. То есть, если мы натуральное с натуральным складываем, то у нас натуральное и получится. И определим мы следующим образом. Мы скажем, что если n равно 0, то тогда по значениям вот n. То есть, если мы любое число складываем с нулем, то второе число и получается. 3 плюс 0 равно 3, 2 плюс 0 равно 2, 42 плюс 0 равно 42. Если мы какое-то следующее за n складываем каким-то числом, то берем следующее за сложением n и n. Вот так мы определили сложение. Теперь мы можем вычислять. Можем вычислить. Например, сложим 0 и 1. Сколько будет 0 плюс 1? Мы спрашиваем в нашу систему. Она нам отвечает. 0 плюс 1 будет следующее за нулем, то есть единица. Попробуем сложить что-нибудь поинтереснее. Сложим следующее за следующим за нулем. И следующее за следующим за нулем. То есть 2 плюс 2 сделаем. Он нам говорит, что в результате получится следующее за следующим за следующим за следующим за нулем. То есть 4. Вот 2 плюс 2 равно 4. Вот машина нам вычислила. Прекрасно. Теперь мы можем, например, сделать следующее. Определим, что значит быть четным числом. Скажем, что есть некоторая функция, которая принимает натуральное число и возвращает булево значение. То есть истину или ложь. И работает она в следующем образе. Значит, 0 это истина. 0 это четное число. Следующее за нулем это, соответственно, ложь. Единица является нечетным числом. Следующее за следующим за n будет значение этой функции для n. Вот это мы определили, что значит быть четным числом. Ну и теперь мы можем проверить. Зовем example. Test even 2. Это будет сейчас наша же теорема. Мы хотим узнать, что следующее. Является ли 2 действительно четным числом. Мы хотим доказать, что 2 является четным числом. Вот. И у нас появилась цель доказательства. Вот у нас есть доказательство. Нужно доказать это. Доказательство у нас строится следующим образом. Доказательство. Нам нужно для начала упростить. Есть тактика упрощения. Simple. Выполняем это. И у нас получается, что вот эта вот часть нашей цели, она вычисляется, она вычисляется, соответственно, в true. Нам теперь надо доказать, что истина равно истине. А истина равно истине по рефлексивности. Истина равно истине по рефлексивности. Соответственно, мы построили доказательство того, что 2 действительно является четным числом. В нашей системе с помощью типов. Давайте зададим некоторые перемены. Скажем, что у нас есть n и m, это натуральные числа. Все. n и m, это натуральные числа. И докажем теорему. Теорема плюс 0. Нет, давайте так. n. Следующее. Если мы 0 сложим с n, то мы получим n. Как мы определили до этого? Как это нам доказать? Строим доказательства. Нам снова нужно упростить. То есть, вот эта часть у нас должна быть вычислена нашей системой. Она вычисляется у нас n равно n. И по рефлексивности у нас... То есть, мы доказали, что 0 плюс n действительно равно n. Ну, можно доказать какие-нибудь логические результаты. Зададим новые переменные p, q и r. И скажем, что они относятся к типу проб. Проб — это особый тип здесь. Это тип высказывания. Ну, и попробуем доказать, например, что если у нас... Если p истина, если q истина, то конъюнкция тоже будет истинной. Это, по сути, соответствует доказательству для правила введения конъюнкции. Если у нас есть p, если есть q, то есть p конъюнкция q. Нам нужно доказать эту чариму. Как нам это сделать? Если вы помните, как в натуральном исчислении строятся доказательства, то обычно говорят так. Нужно применить эвристики. То есть, если главным логическим термином в формуле, которую надо доказать, является импликация, то нужно разбить формулу по импликации. Вот здесь у нас импликация, и потом еще одна импликация. Мы разбиваем ее по импликации. Для этого у нас есть специальная тактика intros. Мы вводим посылки. Вот у нас теперь появилась посылка h1 и h2. Одна p и другая q. Нам нужно получить p конъюнкцию. Как нам получить конъюнкцию? Чтобы получить конъюнкцию, нам нужно получить отдельно конъюнкты. p и q. То есть, нужно сделать разделение. Сплит это. Теперь у нас наше дерево доказательств разделилось на две ветви. Нам нужно отдельно доказать p и отдельно доказать q. Ну, дело в том, что и p и q у нас уже есть. Поэтому мы пишем, что у нас есть допущение. p у нас уже доказано. Оно как гипотеза взято. Теперь нам надо доказать q. Оно у нас тоже доказано, что оно у нас как гипотеза. Мы, собственно, доказали, что если p истина, если q истина, то конъюнкция тоже истина. Ну, давайте еще последнее сделаем. Докажем транзитивность импликации. Сейчас. Транзитивность импликации. Она у нас выглядит так. Если p, то q, то r. Если p, то r. Это транзитивность импликации. Ставим обязательство. Опять же, у нас импликации здесь сплошные, поэтому мы разбиваем нашу формулу по импликации. Вот у нас теперь есть гипотеза 1, это если p, то q. Гипотеза 2, если q, то r. И гипотеза p, которая, собственно, p и есть. Теперь мы делаем применить. Нам надо получить r. Как нам получить r? Нам нужно применить гипотезу h2. h2. r мы получим h2 по моду споненс, если у нас будет q. И система нам говорит, ну тогда дай нам доказательство для q. Получить доказательство для q мы можем, если мы применим h1. Там у нас тоже, если p до q, мы по моду споненс получим q, если у нас будет p. И система нам говорит, дай нам p. А p у нас есть, поэтому допущение. Вот, собственно, все теоремы мы доказали. Мы доказали, что импликация тразитивна. Вот так вот выглядит доказательство в современной теории типов. То есть мы можем брать какой-то математический результат, описывать его. Если выразительных средств нашей системы недостаточно, мы можем что-то новое добавить. Вот как здесь мы натуральные числа определили. Мы можем любые объекты определить, какие хотим, математические. Описать их поведение. Например, определили мы натуральные числа. Потом описали, как сложение себя ведет для натуральных чисел. Как натуральные числа складывать. И после этого мы можем дальше что-то делать. Доказывать, например, теорему о том, что 2 плюс 2 равно 4. Или что-нибудь поинтереснее можем доказать. Можем какие-то логические доказывать. И вообще любой математический результат можно выразить с помощью типов в такой системе. И построить его доказательства. Здесь еще унивалентные основания пока что не работают в КОКе. Но есть разновидность КОКа отдельная. Она в настоящее время активно разрабатывается. Где используются унивалентные основания. Гомотопическая теория типов в качестве основы. Она, конечно, еще более мощная, чем вот эта система. И там, в принципе, практически всю математику. По крайней мере, конструктивную математику. Можно всю формализовать целиком. И проверить с помощью вычислительной машины. При этом, благодаря тому, что вот этот унивалентный подход является очень мощным в выразительном плане. У нас появляется новое понятие обозримости. Когда только что я о доказательствах говорил, я говорил о том, что есть локальная обозримость, когда мы переход от одного шага к следующему понимаем. Есть глобальная, когда мы понимаем доказательства в общем-то. Общую идею доказательства. В унивалентном подходе мы имеем возможность обращаться к такому понятию мезоскопической обозримости. Как это называется? Мезоскопическая обозримость – это очень новый термин. Буквально в 2020 году появилась мезоскопическая обозримость. Когда мы понимаем переходы между шагами, взятые в группе. То есть вот мы берем несколько шагов элементарных и объединяем их в некоторую группу и понимаем, что там вообще происходит в этой группе шагов. То есть мы не только общую идею понимаем, не только отдельные шаги, но и вот такие более сложные конструкции можем формулировать, и их тоже мы понимаем. Вот так вот. Ну и, соответственно, с помощью унивалентного подхода формальные доказательства очень сильно упрощаются. Они становятся очень короткими по сравнению с тем, как они были. А вот как там теорема, которую доказал Хейлс, вот эта гипотеза Кеплера. Как я в самом начале говорил, первый его вариант там был 50 тысяч строк кода. Через 13 лет, если я правильно помню, появился вариант, нет, там меньше, чем 13 лет. Появился вариант, где 15 тысяч строк кода. То есть доказательства становятся все более короткими, и они все больше походят на обычные доказательства, как они строятся вне формальной математики. Вот к этому, собственно, основания математики сейчас движутся. К тому, чтобы быть более естественными, более близкими к обычной математической практике, более человечными, и сделать математику снова доступной для людей. Чтобы математические результаты были обозримыми. На этом у меня все. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте.